Новый понедельник Эта книга увидела свет за полгода до того, как мир изменился. За одну ночь, вместо того, чтобы с надеждой смотреть вперед в наступающий лучший год моей жизни, я был вынужден заглянуть в бездонную пропасть, ни глубина, ни границы которой были неизвестны. Эпидемия коронавирусной инфекции затронула все отрасли экономики, которыми я занимался. В гостинице перестали приезжать гости. Биржи начали свободное падение. Wing и Sunclass Airlines, моя кратковременная лучшая в жизни сделка, обернулась полной катастрофой. Мы и раньше переживали кризисы. Вспомните хотя бы финансовый кризис 2008 года. В то время моя сеть отелей Nordic Choice Hotels зафиксировала рекордное падение на 60%. Все это произошло за один день. Мы были в шоке и не могли поверить в происходящее. Но уже на следующий день смогли немного выдохнуть. Стрелка потихоньку поползла в правильном направлении. Когда в Норвегии весной 2020 года разразилась эпидемия коронавирусной инфекции, мы увидели снижение курса не на 60%, а на 80%. И акции продолжали падать каждый день. Такого с нами никогда не случалось. Я всегда говорил, что кризис – это время возможностей. Но сложно сохранить самообладание, когда ты вынужден уволить 7500 человек. Ведь наш бизнес – не промышленность. Он не о нефти, не о недвижимости. Он вообще ни о чем таком. Он о людях. Главной ценностью сети Nordic Choice Hotels были и всегда будут люди, которые работают у нас. Они – сердце нашего бизнеса. Они – наша главная инвестиция. И именно эти люди пострадали сильнее всего из-за коронавирусного кризиса. С марта 2020 года очень многим в Норвегии пришлось пережить большое количество тяжелых понедельников. Самые разные отрасли серьезно пострадали. Понедельники приносили с собой страх, неопределенность, плохие новости. Не очень-то подходящий момент для переиздания книги. И все же я это делаю. Ведь даже в самые темные времена, когда вокруг царит неуверенность, именно понедельники – наше оружие. Например, если мы не знаем, как скоро мы получим вакцину. И не знаем даже, как будет выглядеть мир после ее появления. Но понедельник – это тот день, когда мы можем закатать рукава и сделать все возможное, чтобы выйти из этого кризиса еще более закаленными. Понедельник – отправная точка недели, в которой мы можем сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на работу наших коллег. Важную роль в появлении моей книги сыграла Гунхильд. То, через что нам пришлось пройти во время ее болезни, подтолкнуло меня эту книгу написать. Прослушав ее, вы поймете, что наши отношения не были безоблачными, хотя в конце лета 2019 года, когда я закончил книгу, было похоже, что мы справимся. Но и это изменилось с момента выхода книги. Каждый из нас все-таки пошел своей дорогой. Другими словами, очень многое сегодня иначе, чем было год назад. Но навыки, описанные в этой аудиокниге, все еще работают. Они помогли мне достичь вершины моей карьеры. Они помогают мне и сейчас, когда я пытаюсь вырулить из самого глубокого за всю мою карьеру кризиса. Пусть моя аудиокнига поможет вам сейчас, в момент, когда многим из нас понедельники кажутся еще более трудными, чем обычно. Я надеюсь, что мои правила помогут вам так же, как помогают мне. Петер А. Стурдалин, Бигдё. 20 октября 2020 года. Когда все стало совсем плохо, я начал просыпаться ночью от того, что у меня шла кровь из носа. Я вылезал из постели, бежал в ванную, засовывал в нос салфетки и в ожидании, пока остановится кровь, разглядывал себя в зеркале. В то время у меня был 16-часовой рабочий день. Много командировок и вечерних мероприятий. Времени на сон почти не оставалось. К тому же, меня постоянно мучила совесть. Мой брак разваливался на глазах, и я срывался на всех подряд. Тогда, ночью, стоя в ванной с салфетками в носу, я понял, что так продолжаться не может. Нужно что-то делать. Но что? Однажды я купил маленький блокнот. На первой странице я большими буквами написал «ПМУ» – правильные мыслительные установки. На протяжении следующих недель я записывал для самого себя маленькие памятки. Благодаря им моя повседневная жизнь должна была стать такой, как мне хотелось. Эти памятки изменили мою жизнь. Прошло 17 лет. Те жизненные установки легли в основу моей карьеры. Благодаря им я стал более эффективным, поэтому у меня появилось время на что-то, помимо работы. Благодаря им я не повторил ошибок, совершенных раньше, ни мной, ни кем-либо другим. Благодаря им я придерживаюсь того, что дает наилучший результат. Благодаря им я полюбил будни. Благодаря им я стал счастливым. Многие люди живут ради пятниц. Это легко понять. Я и сам очень люблю пятницы. Понедельник – символ обязанностей, пятница – символ свободы. Поэтому многие считают, что любой день недели лучше понедельника, просто потому, что до выходных еще долго. Иногда мне все еще приходится напоминать себе о своих установках. Бывают такие понедельники, когда я стою с чашкой кофе в руках, на градуснике минус 10, и я понимаю, что после пробежки с обе мне придется очищать его шерсть от соли и песка, которыми коммунальщики посыпают улицы, не меньше 10 минут. И тогда мне хочется разжечь камин и остаться дома. Бывают такие понедельники, когда, взглянув поутру в мой календарь, в который имеют доступ еще несколько человек, я вынужден признать, что спокойный светлый понедельник, который я так ждал, за ночь превратился в день, забитый его семью встречами, вечерним совещанием с последующим ужином и моим выступлением на нем. И у меня сжимается сердце. Но такова жизнь. И именно этим и прекрасен понедельник. Он настоящая жизнь. А вот пятница – пауза. Любить пятницы – значит любить исключение. Слишком грустно. И именно в этом заключена возможность. Если вам удастся исправить понедельники, качество вашей жизни автоматически улучшится. Некоторые психологи считают, что человек не может измениться. Я в это не верю. Я сам менялся много раз за свою жизнь. Это не так уж и сложно. Даже маленькие изменения серьезно влияют на результат. В этой аудиокниге я расскажу о 10 основных правилах, которых я придерживался на протяжении своей карьеры. Да и придерживаюсь сейчас. Некоторые из них старые, а некоторые пришли ко мне с опытом. Надеюсь, они помогут вам так же, как помогли мне. Спасибо. Спасибо.